Привет! Привет всем! Раз так получается, что очень много комментариев я получила и просмотров предыдущего своего обращения к господину Жириновскому, я сделала вывод, что, наверное, нужно познакомиться. Нужно, по крайней мере, дать понять, кто я такая и что я из себя представляю. Во-первых, хочу сказать спасибо всем за реакцию, спасибо всем за комментарии, за огромное количество комментариев, которые вы оставляете. Это, на самом деле, очень важно и ценно для меня. Почему? Потому что обратная связь, она всегда важна. Меня зовут Айжана Мырсан. Я писатель, гражданский активист, политический и общественный деятель. Я живу в Кыргызстане, и даже если вы смотрите меня не из Кыргызстана, а смотрите из какой-нибудь другой постсоветской страны, то, наверное, вы все все-таки знаете, что мы в Кыргызстане боремся, и боремся за правду, боремся за справедливость, боремся за свободу. Мы, наверное, одна из таких ярких республик, где по сей день люди верят в то, что они что-то решают и могут влиять на процессы. И, на самом деле, как показывает история, это правда. Мы действительно влияем на процессы, мы сносим президентов, мы назначаем своих каких-то, мы убираем опять их. Ну, то есть этот цикл происходит постоянно на протяжении уже 30 лет. И хотелось бы просто сказать, что, на самом деле, время действительно изменилось. Люди изменились, изменилось все вокруг. Технологический прогресс, промышленная революция, все это дает, оставляет свои следы. И мир изменился, и нужно уметь, наверное, к нему адаптироваться. И в первую очередь, что я хотела бы отметить, это после прочтения львиной доли комментариев, которые люди оставили под предыдущим видео, мне бы хотелось отметить один факт, дорогие мои друзья. Мы все люди разных национальностей, все люди, живущие на разных территориях. Но при этом мы все люди, мы остаемся людьми, хомо сапиенс, человеком. И в первую очередь, что нас отличает от животных, что нас отличает от существ бездушных. Душа, наличие души, наличие чувств, умение сопереживать, умение сочувствовать, умение любить. Наверное, это основной фактор. И я, к сожалению, не могу ответить на все комментарии, которые вы оставили, просто по той простой причине, что их очень много. И я поэтому решила вот таким образом записать видеообращение и прокомментировать, высказать свою точку зрения касательно этого вопроса. Ребят, давайте жить в мире, давайте жить в дружбе. И дело на самом деле далеко не в нации, дело не в языке, на котором мы говорим. Дело в наших душах, дело в наших чувствах, в наших эмоциях. И очень важно помнить, что у нас у всех есть сердца, которые умеют любить. Да, мы часто сталкиваемся с таким страшным, отсталым, древним явлением, как национализм. Но мы, как люди разумные и адекватные, мы должны эти вещи пресекать. Потому что чем больше языков существует в мире, чем больше дружбы между разными нациями, между разными людьми, чем больше отношений, тем больше возможностей развиваться и двигаться вперед. Мы же все видим, что мир не стоит на месте, мир далеко ушел семимильными шагами вперед, а мы, львиная доля постсоветских стран, мы немножко топчемся на месте. Почему? Потому что в нас до сих пор живут какие-то стереотипы, в нас до сих пор живут страхи. К сожалению, это так. Нас так воспитывали, нас так учили, что лишний раз не высовывайся, много не говори, многое из себя не строй. И это до сих пор есть. Даже общаясь со старшим поколением, сталкиваешься именно с такими установками. И даже моя мама, которая вроде человек современный, но тем не менее у нее есть эти страхи, она говорит, ой-ой-ой, а что же будет, что же будет? И через это нужно уже переходить, переступать и идти дальше. И точно могу сказать, что на национальном вопросе далеко не уедешь. И важно, важно помнить, что плохие люди, они есть везде, и всегда были, и будут. Другой вопрос, увеличивается ли количество хороших людей, людей, которые понимают, куда идет мир, как он меняется. Ну, объективно, посмотрите на Запад. Строят ракеты, летают в космос, пытаются колонизировать какие-то экзопланеты, хотят переселить колонию людей на какие-то ближайшие экзопланеты. Вы можете себе вообразить масштаб, масштаб прогресса. И это ни разу не про то, какие нации должны жить на экзопланетах, следующих, которые будут обживать земляне. Это ни разу не про высказывание таких политиков, как Жириновский, которые считают, что какая-то арийская раса, видимо, только должна существовать. Это не про это. Это про то, что вид человеческий должен двигаться дальше, должен расти, должен развиваться и должен стремиться к чему-то большему, нежели междоусобные какие-то разборки. И я хотела бы сказать, что я на самом деле очень благодарна, благодарна той системе, которая меня воспитала, и то образование, которое я получила, оно заложило во мне вот эту вот дружбу, уважение. Мы, наверное, все-таки постсоветские страны, азиатские, кавказские страны, очень сильно сохранили в себе вот это умение уважать, не позволить себе перейти на личность, не позволить себе оскорбить человека просто потому, что он старше тебя, не позволить просто незнакомому человеку тыкнуть или обидеть, потому что просто тебе этого хочется. Мы не такие, мы воспитаны в других условиях, мы еще помним, что такое уважение. И это нужно ценить и культивировать в нас. Это нужно уметь размножить и приумножить. И также благодарна за плохие комментарии, за хейт в мой адрес. Могу точно сказать, что, видя в каких маленьких количествах такие комментарии появляются, я понимаю, что хороших людей больше. Доброты больше на земле, добра больше. И добро всегда побеждает зло, это факт. И еще коротко о том, что я сама из себя представляю. Я пишу книги, я занимаюсь общественной деятельностью, очень часто веду прямые эфиры на Фейсбуке. Сейчас я осваиваю для себя Ютуб, потому что это тоже хорошая площадка, где можно, наверное, высказывать все то, что у тебя на сердце и на душе, и то, о чем ты думаешь, и какие-то свои мысли, и делиться этим с миром. Потому что здесь очень большое количество людей, которые готовы слушать. И еще хотелось бы сказать, что мы должны помнить, независимо от того, где мы живем, в каких странах мы живем, на каком языке мы говорим, мы все люди. И мы всегда можем найти общий язык друг с другом. Всегда. Даже на пальцах объяснить, как до туда доехать, дойти, что-то получить, попросить. Это очень легко и просто, потому что мы умеем разговаривать сердцами. И это очень важно. И я рада, что вы есть такие замечательные люди. И вам большое спасибо за то, что вы есть. И давайте объединяться. Давайте создавать общество, где шовинистам, националистам не будет места. Они просто вымрут, как мамонты, просто по той простой причине, что нас будет больше. Давайте дружить. Давайте дружить домами, странами, семьями. И таким образом создавать общество, в котором нам и нашим детям, внукам, нашим потомкам будет комфортно и замечательно жить. Я просто всех призываю к этому. И еще раз благодарю за то, что вы со мной, за то, что вы смотрите мои видео. Мне очень приятно. И я надеюсь, буду выходить почаще. Постараюсь делать это раз в неделю, как минимум, чтобы делиться своими мыслями и реагировать на какие-то ситуации, которые происходят в мире. Очень рада со всеми вами познакомиться. Спасибо за вашу активность. До скорых встреч.